Всем привет! С вами канал HiEnglish. Меня зовут Александр. И сегодня у нас пятнадцатый урок с грамматики английского языка. И мы будем говорить о present, настоящем, perfect, перфектном времени. То есть, настоящем, совершённом времени. Для начала давайте мы повторим пройденный материал. То есть, повторим пройденные времена. Мы уже с вами разобрали present simple. Вот он, present simple. Мы помним, что когда he, she, it, у нас начинаются какие-то приколы. То есть, мы добавляем к глаголу s. She goes, he goes, it goes. Иногда добавляется не s, а i s, когда у вас shocks. Когда слово, глагол оканчивается на s, две буквы s, s, h, c, h, o, x. И так далее. Дальше. Когда употребляется present simple. Present simple. Вот это время, оно употребляется тогда, когда вы говорите о тех действиях, которые вы постоянно совершаете. Вот есть у нас маркеры. Это, смотрите, вы хотите сказать, что вы постоянно что-то делаете. Например, каждый день вы ходите на работу. Вы скажете, I go to work every day. Every day. Вы всегда, например, пьете чай утром. I always drink tea in the morning. I often go to the cinema. Я часто хожу в кино. I usually, я обычно, I usually talk to Jane. Я обычно разговариваю с Jane. I sometimes drink wine. Я иногда пью вино. Да, это действие, которое происходит постоянно. Это как, также вы используете present simple, когда описываете факт. Например, я люблю зеленый цвет. Я люблю там синий цвет. Я люблю футбол. Отрицание строится с помощью don't, когда he, she, it, у вас будет doesn't. Так, разобрались, да? Это present simple. Вот это время, present simple. Дальше, следующее время, которое мы с вами уже изучили, это время называлось present continuous. Вот, present continuous. Мы выучили с вами present continuous. Когда употребляется present continuous? Когда вы сейчас что-то делаете. То есть, процесс происходит, какого-то действия. Вы не сделали что-то, а делаете в процессе. Например, I am recording the video. Я записываю видео. Или, например, я кормлю кота. I am feeding my cat. Или он кормит кота. He is feeding his cat now. Я могу сказать now. Или at the moment. Или сегодня, например. Today I am not working. Сегодня я не работаю. То есть, что это значит, что обычно я работаю в этот день, но сегодня это какой-то exception. Исключение. Смотрите, здесь present simple – это действие постоянное. Permanent. 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 Permanent action. Постоянное действие. То есть, постоянно вы ходите на работу. Постоянно вы любите, например, зеленый цвет. Постоянно вы любите футбол. А continuous – это действие temporary. Временное действие. Временное действие. То есть, вы не все время это делаете. Вы сейчас делаете, и действие закончится. Например, I am watching TV now. Сейчас я смотрю телевизор. То есть, вы досмотрите, и все. Как мы строим continuous – am is are, и к глаголу добавляется частичка ing. Еще раз. Передает действие, которое происходит прямо сейчас. Не постоянно, а прямо сейчас. Он играет в футбол. He is playing football. То есть, если дословно перевести, он is – есть playing, играющий в футбол. Итак, также мы с вами разобрали past simple. Вот simple, и вот у нас past. И это будет past simple. Past simple. Да, past simple мы описываем действие, которое произошло в прошедший момент, и это действие, оно уже закончено. Мы говорим, когда мы делали действие. Мы употребляем и слова-индикаторы. Например, вчера – yesterday, yesterday I ate pizza. Вчера я кушал пиццу last. Last, например, last week. На прошлой неделе. Last week I saw John. Я видел Джона на прошлой неделе. То есть, вам нужно употреблять глагол с окончанием – ed, или глагол с второй таблицы, с второй колонки, в таблице неправильных глаголов. Эту таблицу надо запомнить. Потратьте месяц, два, три, чтобы выучить хорошенько эту таблицу неправильных глаголов. Это прошедшее время. То есть, мы говорим, когда действие произошло. Для нас важно время. То есть, время. Когда действие произошло в прошедшем. Прошедшее время. И когда именно в прошедшем времени произошло это действие. Также мы с вами изучили уже past continuous. Когда у нас есть задан конкретный момент. Например, в 7 часов. Вчера в 7 часов. Почему вчера? Потому что это past и continuous продолжительное время. Вчера в 7 часов. Например, я ел пиццу. Я могу сказать. Yesterday at 7 o'clock I was. Смотрите, здесь I was будет. I was, I was, вот здесь, да. I was, he was, she was, it was, I was. И к глаголу добавляется частица I was eating pizza. Или же у нас будет какое-то действие. Которое будет past simple. И мы будем этим действием указывать на конкретный момент. Прошедшего. Например, когда зашла мама. Я разговаривал по телефону. When my mother came. Это короткое действие. А вот в тот момент, когда она зашла. Конкретный момент в прошедшем времени. I was talking over the phone. Мы это с вами изучили. И сегодня у нас настал черед времени present. Не past. Есть настоящее, есть past прошедшее и есть будущее. Мы пока что не трогали будущее. Мы говорим о present, о настоящем времени. И говорили о past. Сейчас у нас будет настоящее, но перфектное время. Есть несколько перфектных времен. Вот они здесь. И я вам буду говорить, что они означают. Эти перфектные времена. И мы будем начинать с present perfect. Что ж, готовы начать? Поехали. Present perfect. Present perfect affirmative. Present perfect affirmative. То есть affirmative, что означает affirmative? Это утверждение. Сейчас мы будем говорить о утверждении. Present perfect. Вот типичное предложение. I have lost my watch. I have lost my watch. Смотрите, у вас здесь есть вот такое V. Что это значит? Это значит, что у нас произошла редукция. То есть я хотел сказать have, но я сократил мое предложение к, мое слово к VE. I have lost my watch. I have lost my watch. Смотрите, что такое present perfect? Вам нужно понять, зачем нужен present perfect, так как в русском языке нет present perfect. Present perfect вы употребляете тогда, когда вы делаете акцент на результате. То есть есть результат. У вас был, например, поломан велосипед, и вы его поремонтировали, и вы говорите, я поремонтировал велосипед. Это значит, что велосипед уже сейчас, поэтому present, поэтому present сейчас отремонтирован. Что значит отремонтирован? Вы можете спокойно ездить на велосипеде. Present. В настоящее время, в настоящее. По состоянию на сейчас велосипед отремонтирован. И еще present perfect подчеркивает действия, которые только что произошло, или недавно произошло. Вы не можете употреблять present perfect, когда вы говорите о том действии, которое произошло очень-очень давно. То есть это действие произошло недавно, или только что, и оно актуально сейчас. То есть если вы скажете, I have lost my watch, то с этого предложения можно понять, что у вас сейчас нет часов, вы их потеряли. И для вас это сейчас актуально, вы волнуетесь, вы переживаете, вы злитесь, вы их ищете. Это то, что, о чем вы сейчас думаете, что актуально для вас сейчас. I've lost my watch. И это какая-то новость. Вы звоните другу и говорите, I'm sorry, I have lost my watch, I was late. Something like this. Извини, я опоздал, я забыл часы. А, потерял часы, потерял часы. Так, ну я думаю, здесь в принципе понятно. Теперь давайте детальнее будем смотреть. We use present perfect when we describe a very recent event. Вот смотрите, здесь очень точно написано a very recent event. A very recent event – это very recent. Действие, которое, что очень недавно произошло, или только что произошло. A very recent event in the past. Past, в прошедшем, то есть действие, которое недавно произошло в прошедшем, и оно имеет отношение к настоящему. К present, present perfect. Так, we use present perfect when we describe a very recent event in the past without an exact time. Exact time – это очень важно. То есть конкретное время вы не указываете. Если вы употребляете past simple, то тогда вы будете указывать конкретное время. Вы скажете, когда действие произошло. Например, вчера я видел Джона. Вы скажете, вчера. Вчера будет yesterday. Или можно так. I saw John. Johun. I saw John yesterday. В прошедшем времени для вас актуально время. Когда? Yesterday, вчера. Yesterday. Если вы не употребляете yesterday, то или вы подразумеваете конкретное время, или оно было в контексте уже. Или вы хотите сказать по-другому. Вы хотите сказать, что я увидел этот фильм. Например, I have seen this film. I have seen this film. Когда вы говорите так, то это означает, что вы уже смотрели, посмотрели этот фильм. Да? Есть результат. Фильм этот просмотрен. Так. Я думаю, здесь понятно. Дальше поехали. The film has started. Смотрите, предложение. The film has started. Фильм начался. Здесь это предложение, оно относится к present perfect. Почему? Потому что я говорю о том, что фильм начался, и он сейчас. Now. Он сейчас идет, этот фильм. Now. The film has started. У меня есть результат действия, которое, в принципе, произошло в прошлом. Фильм начался. Начался-то он в прошлом. Да, но есть результат сейчас. Я могу поставить птичку, что фильм начался. Есть результат. Результат этот, начатый фильм. Он идет. The film has started. The film has started. We often explain a present situation by saying what happened before it. То есть, мы часто объясняем, explain present situation, настоящую ситуацию, by saying, говоря о том, что случилось перед этой ситуацией. Before it. We do not mention an exact time. Мы не употребляем конкретное время. Например, why are you late? Are at the present simple. Почему ты опоздал? То есть, почему ты опоздавший? И объяснение I've lost my watch. I've lost my watch. Я потерял мои часы. I've lost my watch. То есть, здесь есть результат. Часы утеряны. И другой результат. Человек опоздал. Его спрашивают, почему ты опоздал? Он говорит, I've lost my watch. Здесь нужно использовать present perfect. Почему? Потому что он потерял часы не год назад. А он употребляет present perfect для того, чтобы подчеркнуть, что действие произошло только что или недавно. Вот это только что и недавно. Очень важно, это present perfect. The past action, losing the watch, has a result. Имеет результат in the present. В настоящем. I'm late. То есть, это действие, I've lost my watch, оно отразилось на настоящем времени. Not present. То есть, он опоздал. Еще раз. То, что произошло в прошедшем времени, имеет последствия в настоящем времени. Это present perfect. Дальше. We use the present perfect when we talk about our experiences. Это уже второе. Второй. Второй. Вариант употребления present perfect. То есть, первый вариант, это когда вы говорите о результате действия. То есть, о результате того действия, которое произошло в прошедшем, и которое связано с настоящим. Например, I've lost my watch. Это результат прошедшего действия, который сейчас актуален. У меня нет часов, мне нужно решать этот вопрос. И еще один вариант употребления present perfect, это когда мы говорим о experiences. Experiences – это опыт, наш опыт, чем мы можем поделиться. We use the present perfect when we talk about our experiences in the past. То есть, наш прошлый опыт. And do not mention an exact time. И опять же, точное время мы не указываем. Точное время не указывается. Например, I've lived in 15 different countries. Здесь я говорю о своем опыте. Я сейчас живой, да, и по состоянию на сейчас – present. I have lived, я прожил в 15 разных странах. Different означает разные. Different countries, разные страны. Different, different, разные. I've lived in 15 different countries. Дальше давайте поговорим о форме. The form of the present perfect with have has plus past participle. Смотрите, здесь вы можете не знать, что такое past participle. Past participle иногда называют, даже не иногда, а часто очень называют глагол в третьей форме. Что значит глагол в третьей форме? Это значит, что у вас либо будет глагол с окончанием –ed, например, I worked, я работал, работал, worked. Или глагол в третьей форме, то есть третья форма – третья колонка неправильных глаголов. Например, begin, began, began, начал, began, начал. Или come, came, come, пришел. Или fight, fought, fought, бился. Или, например, see, so, seen, у вас будет seen. То есть глагол в третьей форме – это окончание –ed или третья колонка неправильных глаголов. И все это, оно называется past participle. Это past participle. Past participle. Past participle. То есть past participle, когда вы видите past participle, это глагол в третьей форме. То есть или окончание –ed, если глагол правильный, или третья колонка неправильных глаголов. Смотрим примеры. I've finished my homework. У меня есть результат. Я окончил мое домашнее задание. I've finished my homework. Ура! I've finished my homework. Я говорю о результате. То есть это актуально сейчас. Например, у вас было задание на дом, вы сделали это задание, и вы говорите I have finished my homework. Есть результат. И present perfect еще раз говорю, подчеркиваю то действие, что ситуация, которая произошла недавно или только что. Еще один нюанс. У вас здесь есть have и есть has. Когда вы употребляете have, когда вы употребляете has. Have – это we have, мы, you have, they have, I have. Множественное число и I. А has – это третье лицо, единственное число. He, she, it has. И еще один нюанс. Have и has – оно никогда не переводится. Когда вы говорите I have finished my homework, вы have не переводите, вы говорите я окончу мое домашнее задание. Вы не говорите я есть окончивший мое домашнее задание. Я – иметь, да, have – это иметь. Нет, здесь have не переводится. Запомните это, пожалуйста. Дальше. Regular verbs. Regular verbs, что такое regular verbs? Это правильные глаголы. То есть как образуется past perfect с правильными глаголами. То есть, смотрите, past, participle правильных глаголов – это окончание – иди. Как я здесь сказал вам. I have started. Если вы хотите говорить правильно и быстро, нужно сказать I've started. You have started. You've started. He has. She has. It has. Да, здесь he, she, it будет, 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 has. Везде. Да, как исключение. She has started. It has started. Мы начали. We have started. Или we've started. Они начали. They have started. Или they've started. Это правильные глаголы. То есть, past participle правильных глаголов образуется путем добавления иди к глаголу. Вот. Мы добавляем иди. Везде иди. Это past participle правильных глаголов. Regular verbs. Вот правильные глаголы. Regular verbs. Но, если глаголы неправильные, то мы не добавляем иди, мы смотрим на третью колонку неправильных глаголов. Например, у вас eat, ate, eaten. Вы берете eaten. Leave, left, left. Это оставлять, уходить. Leave, left, left. Past participle будет left. Drink, drank, drunk. Пить. Past participle будет drunk. Смотрите, это past participle. Вы будете употреблять вторую колонку неправильных глаголов, когда вы говорите о прошедшем простом времени. Например, вчера я видел Джона. Yesterday I saw, видел, Джон. Yesterday I saw, Джон. Past participle вы будете употреблять во всех временах perfect. Во всех перфектных временях. Each regular verb has its own past participle. Каждый неправильный глагол имеет свой собственный past participle. То есть, у eat это eaten, у leave это left, у drink это drunk. Иногда past participle повторяется, когда у вас, например, глагол, скажем, cut, и он везде, в всех формах будет cut, cut, cut. То есть, форма одна и та же. То есть, вы будете употреблять cut, но этот cut будет past participle, не этот cut. Так, 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 так. Думаю, все понятно. Понятно. Смотрите, как выучить список неправильных глаголов, нужно зазубрить. Все, зазубрить. Потому что, если вы не выучите список неправильных глаголов, вы не сможете даже понять, какой глагол правильный, который неправильный. Потратьте, еще раз говорю, несколько месяцев, чтобы хорошенько изучить правильные глаголы. Вы постарайтесь их повторять каждый день или хотя бы раз в два дня. Итак, давайте сделаем упражнение на present perfect. На present perfect. Complete each sentence with has, have. Еще раз. Has – это когда he, she, it. А have – когда we have, you have, they have, I have. Запомните. Has – это he, she, it, has. He has, she has, it has. Итак, делайте скриншот, пробуйте сделать упражнение самостоятельно. Потом, когда вы сделали, нажимаете на продолжение видео и смотрите правильный ответ. Итак, пожалуйста, подпишитесь на канал. Продолжим дальше. My dog has eaten my sandwich. Здесь я говорю о результате. Моя собака, пёс-бакбос мой, он схавал мой сэндвич. Has eaten my sandwich. Я говорю здесь о результате. Потому что у меня нет сэндвича. Схаван сэндвич. Все, результат. Я акцент делаю на результате. My dog has eaten my sandwich. То есть, сначала вы употребляете subject. Кто? Субъект. Кто сделал действие. Потом глагол present perfect. Has eaten. Has и past participle. Глагол в третьей форме. И потом объект. Объект. Что? Моя собака, субъект. Сделала какое-то действие над объектом, над объектом. Объект – это my сэндвич. Итак, продолжим. Helen, her bag. Helen – субъект. Her bag – объект. Что Helen сделала со своей сумкой? Helen. Нужно выбрать. Нужно поставить have, has. И одно с этих глаголов. Broken, bought, finished, found, lost, taken, written, happened, left. Смотрите. Broken her bag, наверное, не подходит. Bought her bag, не подходит, потому что у нас уже есть her bag, ее сумка, конкретная сумка. Finished, закончила her bag. Нет, found, нашла. Но если она потеряла, то, в принципе, может как вариант подходить слово found. Только мы же скажем, Helen has, нашла, да? Has found her bag. Has found her bag. Или lost. Lost – это еще лучше. То есть часто мы что-то губим. Наверное, мы загубили сумку. Или Helen. Helen. Она потеряла сумку. Take to taken. Взяла сумку. Наверное, не подходит. Почему? Потому что нужно сказать, куда она взяла. Или кто-то забрал ее сумку. Да, если, например, кто-то забрал ее сумку, как вы скажете? Например, Джон забрал ее сумку. Правильно. Сначала вы говорите John, субъект. Потом has. Не забываем, потому что John – это he. Когда he, she, it, тогда вы употребляете вспомогательный глагол has, который никак не переводится. Никак не переводится. Он просто пишется для формы. Он помогает в построении present perfect. John has taken, забрал, has taken, has taken her bag. Вот. John has taken her bag. Этим предложением мы хотим сделать акцент на результате еще, что сейчас у Helen нет сумки. Почему нет сумки? Потому что John has taken her bag. Джон забрал ее сумку. Вот так. А то есть taken не подходит. Written тоже не подходит. Happened, случаться не подходит. Helen left her bag. Оставила сумку. В принципе, так себе. Почему? Потому что мы обычно говорим, где мы оставили сумку. Давайте пропустим это упражнение. Мы еще вернемся к этому предложению. Извините, пожалуйста. К предложению. Третье. I'm sorry, I, your pen. Я извиняюсь, но я, your pen. Вашу ручку. Что я сделал с вашей ручкой? Broken. Да, это подходит. Я извиняюсь, но я сломал ручку. То есть, еще раз. Это будет present perfect. Почему? Потому что у нас результат налицо. Действие произошло в прошлом. Недавно, даже только что. Вот об этом и говорит present perfect. Что действие произошло только что или недавно. И есть результат этого действия. И это действие связано с настоящим временем. То есть, у меня ручка сломана. Я сейчас не могу нормально писать. Что мне делать? I'm sorry. Или я сломал чью-то ручку. Я извиняюсь. I'm sorry. I have. Почему I have? Потому что I have, you have, we have, they have. А he, she, it has. I have и глагол. Это глагол. Это broken будет. Какой это глагол? Правильно. Это неправильный глагол. I have broken your pen. Четвертое предложение. Where is. Это is. Так сокращается. Where это где? Where is my dictionary? Where is my dictionary? Where is my dictionary? Someone. Someone – это кто-то. Кто-то. Someone. Someone – кто-то его it. Наверное, взял. Да, у нас было слово где-то взял. Taken. Someone – это кто-то. То есть, кто-то – это единственное число. He, she, it. То есть, someone – это он, может быть, или она. Не они, да. А someone – кто-то, он. Поэтому запоминайте, что после someone, вам также нужно ставить, нужно ставить, has. Someone has taken it. Someone has taken it. Кто-то его забрал. Мой словарь. Дальше, пятое предложение. We are, сокращенно, we are too late. Мы слишком опоздали. Мы слишком поздно пришли. We are too late. The program. Две буквы N. The program. The program. The program. Уже началась. Начинаться. Broken, bolt, finished, found, lost, taken, written. Нет. Не началась, а уже закончилась даже. We are too late. Слишком поздно, да. Too late. Программа не просто началась, уже закончилась. We are too late. The program. Так как программа, программа – это оно. Поэтому has finished. Finish – это правильный глагол. Поэтому, если правильный глагол, в past participle, вот, это past participle, да, в participle, когда глагол правильный, мы используем окончание ED. Мы используем окончание ED. The program has finished. Шестое предложение. Tina isn't here. Тины здесь нет. А где же она? She, та-та-та-та-та-та-та. Что она сделала? Broken, bought, finished, found, lost, taken, written, happened, left. Ага, left – это уходить, уезжать, да. Она вышла. Tina isn't here, present simple. Потому что я говорю, сейчас она не здесь. She isn't here. She has left. Она ушла. She has left. Она ушла. Седьмое предложение. The police are. Смотрите, полиция в английском языке – это будет всегда are. Полиция, когда у вас слово полиция, это всегда множественное число. The police are outside the school. То есть, полиция с нагружей школы. The police are outside the school. Во дворе школы. Something awful. Awful – если вы не знаете это слово, запишите, пожалуйста, в ваши словарики. Awful – это означает ужасный. Something – что-то. Something awful – что-то ужасное случилось. Как будет случиться? Правильно? Happen. Happen. Something awful. Something – это что-то, так же, как и someone, так и something. Используется с has. Еще раз. I have. You have. We have. They have. No. He has. She has. It has. Someone has. Кто-то has. Кто-то он. Или она. Или оно. И something – что-то. Единственное число. Что-то. Единственное, третье лицо. Something has. Happened. Happened – случаться. Мы добавляем иди. Happened. Что-то случилось. Что-то ужасное случилось. Восьмое предложение. Your book. Here it is. Вот она здесь. Here – здесь. Это есть. Here it is. Вот такая интересная конструкция. Here it is. Вот она здесь. Здесь кто? Книжка. Here it is. Вот она здесь. I – your book. То есть, что я сделал с твоей книгой, с вашей книгой. Наверное, не broken, не bought. Почему bought не подходит? Потому что your book – твоя книжка. Она уже была твоей. Если я скажу, что я купил вам книжку. Например, я купил вам книжку. Это тоже будет present perfect. Но смотрите, я буду говорить как. I – я – have. I have bought. Bought не твою книжку, не вашу книжку. А I have bought you. I have bought you. Например, эту книгу. I have bought you this book. Enjoy it. I have bought you this book. I have bought you this book. Или если вы очень точно хотите сказать предложение, которое в основном и говорят, это сократите have, I have bought you this book. Take it. Вот я купил тебе эту книжку. Возьми ее. I bought you this book. Здесь твою книжку. Что с твоей книжкой случилось? Или с вашей книжкой? I have found your book. Я нашел вашу книгу. То есть, есть результат на сейчас. Это новость. Это актуально сейчас. Это present. Поэтому мы употребляем какое время? Правильно. Present perfect. Present perfect. Дальше, девятое предложение. Jack five letters. Что? Letters – это письма. Что сделал Jack? Jack написал. Right. Писать. Это он. И это present perfect. Поэтому он, he, she, it has. И глагол write нужно поставить в третью. Посмотреть в третью колонку неправильных глаголов. Write, wrote, written. Jack has written five letters. Есть результат. Если мы говорим, сколько книг прочитано, сколько писем написано, сколько голов забито, мы говорим «has present perfect» или «have». Present perfect, have, has. Jack has written five letters. I have read three books. И т.д. и т.п. Здесь мы говорим о количестве чего-то. Когда мы говорим о количестве чего-то сделанного, количестве написанного, прочитанного, мы употребляем present perfect. Десятое предложение. I some new shoes. Do you like them? Ага, shoes – это обувь, да, шузы. Почему some? Потому что множественное число. Если у вас множественное число, нужно употреблять или any, или some. И я, наверное, купил. I have bought. I have bought. I have bought some new shoes. Do you like them? I have bought some new shoes. Do you like them? Я купил новые туфли. Новые shoes. Do you like them? Они тебе нравятся? Do you like them? Второе предложение. How in her bag? How in her bag. Что у нас осталось? Broken мы использовали. Bot мы использовали. Eaten у нас использовано. Finished использовано. Found найти. I have found your book. Я нашел твою книгу. Использовано. Lost. 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 Lose. Lost. Те ряди. Helen has lost her bag. Да. Здесь lost. Helen – это она. Поэтому has lost. Потеряла сумку. Это говорит о том, что сейчас ее сумки нет. Это актуально сейчас. Если мы скажем, Helen lost her bag. Здесь пропадает этот акцент на недавность действия. На то, что действие произошло только что или недавно. То есть Helen lost her bag. Мы говорим, что она теряла сумку. Когда-то, да. Когда-то давно мы делаем акцент на время, что когда-то давно теряла сумку. Helen lost her bag. Но когда мы говорим has lost her bag – это актуально на сейчас. У Helen нет сейчас сумки. И она недавно потеряла сумку. Дальше. Опять делайте скриншот второго предложения. Подписывайтесь на канал. Пока делаете скриншот. Сначала подпишитесь, потом сделайте скриншот. Второе упражнение. Complete the sentences with the present perfect form of the verbs in brackets. То есть вам нужно смотреть на verbs, на глаголы. Где? In brackets. Brackets – это скобки. То есть смотрите на глагол в скобках. Вот они, глаголы наши, любимые в скобках. И вам нужно знать, что вы будете употреблять present perfect. А если вы употребляете present perfect, вы помните, что present perfect, он состоит, еще раз повторение мать учения, из has или have, которые никак не переводятся, и глагол в третьей форме, которая называется past participle. Глагол в третьей форме – это или окончание –ed, или же вы смотрите в третью колонку неправильных глаголов. Так, поехали. Harry has done the housework. Еще раз, когда present perfect употребляется, когда вы говорите правильно о результате действия. Он сделал домашнюю работу. Есть housework, а есть homework. Пожалуйста, не путайте эти два слова, потому что homework – это домашняя работа, там по математике, английском языке, а housework – это работа по дому, погладить, постирать, приготовить, кушать. Это housework, то есть такая работа по дому. Второе предложение. Kate and Bill – их двое, поэтому если двое, если бы была Kate, мы сказали бы she has, потому что это она. Если бы был бы Bill, мы бы сказали he has, он. Но у нас не Kate и не Bill, у нас Kate и Bill, то есть это они, это they, множественное число, поэтому будет have, they have. Kate and Bill – find, найти, то есть они нашли. Have, find, found, found, третья колонка, неправильно какого – found. They have found a new flat. Они нашли новую квартиру. Ура, молодцы! Nick – send an email. Nick – send – это отправлять. Nick отправил email. Email сейчас тенденция к написанию вместе все слова. Email – все это вместе пишется. Nick отправил email. Молодчинка. Есть результат. Email сейчас отправлен. Босс доволен. Все рады. Ждут, не текпением ответа. Nick – это он, поэтому has. С и send – send, send, send. Нужна буковка T в конце предложения. Nick has sent an email. Четвертое предложение. I decide. Если decide, вы не знаете, что такое, обязательно выучить, записать, зазубрить. Decide – это решать. I decide – это правильный глагол. Я решил, что сделать. To learn Japanese. Japanese – это китайский язык. Ой, японский, извините. Китайский будет Chinese. Японский язык будет Japanese. I decided. Я принял решение. То есть, это актуально сейчас. Есть результат действия, есть принятое решение, поэтому I have decided. I have decided to learn Japanese. I have decided to learn Japanese. Я решил изучать японский. Sam and Dave eat – это кушать all the sandwiches. Они скушали все сэндвичи. Вообще, все сэндвичи сожрали. Сэндвичей нет. Вам нужно сказать о результате. Нет сэндвичей. Результат налицо. Поэтому это present. Present. Настоящее время. Present. И perfect. Perfectное время. Почему? Потому что есть результат. Отсутствие сэндвичей – это результат. Нет сэндвичей. Отсутствие результата – тоже результат. Sam and Dave – их двое. Смотрим. Sam и Dave. Это говорит о чем? О том, что нужно употреблять have. Потому что they have. Sam and Dave have eat, ate, eaten. Это неправильный глагол. Третья форма – eaten. Have eaten all the sandwiches. Дальше. Carlos. Carlos buy – это купить. Покупать. A dog – собака. Carlos купил собаку. Молодец. Ну, где он будет жить, собака? В однокомнатной квартире. Carlos – это он, поэтому has bought. Кстати, очень часто – bo-o-o-o-o-o-t. Да. Вот так. Buy, bought, bought – третья колонка неправильных глаголов. Очень часто в английском языке… Забыл, что хотел сказать. Carlos has bought a dog. Carlos купил собаку. Ага. Вспомнил. Когда вы говорите, делитесь новостью, вы используете present perfect. Потому что действие произошло в прошлом, недавно, только что. Поэтому это и есть новость. Недавно, только что. И результат сейчас налицо. Carlos купил собаку. Вот, в Carlos есть собака. Все. Если вы скажете, Carlos bought a dog, то не будет этого только что или недавно. Просто он купил собаку, но это не актуально сейчас. Он очень давно купил собаку. Или будет сказано, Carlos bought a dog, например, last year или last week. Вы хотите сделать акцент не на результате, чтобы в Carlos есть собака. Это результат. Это present perfect. Потому что вы делаете акцент на том, что у него есть собака. А нужно сказать, что Carlos купил собаку когда. Вы делаете акцент на времени, когда Carlos купил собаку. Здесь результат. Carlos has bought a dog. Дальше, седьмое предложение. Maria and Helen. Опять, мы смотрим, что этих подружек двое. То есть, это они. Что это значит? Это значит, что нужно употреблять have. Maria and Helen. Have. Они. Начинают start. Это правильный глагол. Мы добавляем ed. Have started at a new school. Кстати, интересная конструкция. At a new school. At a new school. Стактанули в новой школе. То есть, имеется в виду, что они начали ходить в новую школу. Francis break. Давайте я перепишу. Have started. Oh, no, 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 no. Something happened. Have started. Have started. At a new school. Francis break broke. You have broken three forms of her cup. То есть, Francis. Maybe Francis. Let it be Francis. Francis, это он, has break broke. Broken, три формы. Francis has broken her cup. Ага, это она. Разбила чашку. Francis разбила свою чашку. Her cup. I lose, lost, lost. Да, lose, lost, lost. Это терять. Я потерял мой зонтик. I have lost. I have lost my umbrella. Есть результат. Нет, зонтика. Это результат. Это актуально сейчас. Поэтому present perfect. Почему perfect? Потому что есть результат. Max, take the dog for a walk. Ага. Take the dog for a walk. Запомните, это хорошее expression, выражение. Это забрать собаку на прогулку. Вывести собаку на прогулку. Max has taken the dog for a walk. То есть, сводил собаку на прогулку. Или вывел собаку на прогулку. Has taken the dog for a walk. Итак, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Третье предупражнение. Делайте скриншот. Пытайтесь сами сделать это упражнение. И потом проверяем вместе со мной. Complete each sentence with the present perfect form of the verb from the box. Используете форму present perfect. А форма present perfect вы же знаете. Я вам уже здесь 2000 раз одно и то же сказал. Что это будет have или has. И что? Правильно. Глагол в третьей форме. Have, has и глагол в третьей форме. Что нужно помнить? Нужно помнить, что have, has никак не переводится. Его нужно употреблять. Но не нужно переводить. Смотрите. О нет, это последний автобус. Last, это последний. Кстати, слово last обязательно знать. Last, последний. Это последний автобус. And we have missed it. И мы его, it, missed пропустили. Have мы никак не переводим. Мы только missed переводим. Так, дальше. Второе предложение. Carol, all the Harry Potter books. Обратите внимание на definite articles. The Harry Potter books. Все книги о Harry Potter. Конкретные книги. Поэтому the. Carol, all the Harry Potter books. She likes them a lot. Likes present simple. Она их любит. С еще добавляем. Что мы хотим сказать? Мы хотим сказать, что она, наверное, прочитала. Arrive. Это приезжать. Copy, копировать. Списывать. Have, иметь. Кстати, здесь это вспомогательный глагол. А здесь будет у нас have перед этим have. Тем глаголом, который имеет семантическое значение. То есть, имеет какое-то значение. Мы его переводим. Make. Это делать. Производить. Phone. Это звонить. Read. Читать. See. Видеть. Spend. Проводить. Кстати, запишите. Spend. 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 Это проводить или тратить. Проводить время, например. И дальше. Дальше. Wash. Wash. Это мыть. Carol. То, что у нас здесь подходит. Это будет. Read. Carol. Это она или он. Поэтому has. Read. 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 Три формы однаковые, но читаются по-разному. Carol has read all the Harry Potter books. She liked them a lot. Третье предложение. I haven't got any more money. I all of it. То есть, у меня нет вообще денег. Я все их потратил. Тратить будет spend. Поэтому I have. Почему have? Потому что я. I have spent. Spend. 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 I have spent all of it. Я все их потратил. Все деньги потратил. Четвертое предложение. I have an idea. Let's go to big burgers. У меня есть идея. Пойдемте в big burgers. Let's это когда вы спровоцируете действие. You prompt an action. You say that. Let's do this. Let's do that. Давай сделаем это. Давай сделаем то. У меня есть идея. У меня есть идея. Смотрите. Вспомогательный глагол будет have. Мы никак не переводим. Но вам нужно сказать есть. Иметь будет have. Have. Три формы. Have. Had. Had. И вы скажете had. I have had. I have had an idea. Мне пришла мысль. I have had an idea. Let's go to big burgers. Пятое предложение. Your homework is the same as Jack's. Ага. Твое домашнее задание то же самое, как и Джека. То есть I think, я думаю, ты списал его. I think you have copied. Смотрите, оканчивается на букву Y. Поэтому если перед Y идет согласное, здесь P, она согласная. Мы Y при добавлении окончания ID меняем на I и добавляем ID. I think you have copied it. You have copied it. Шестое предложение. Maria, her hair, and she's looking for her, for the hair dryer. Что сделала Мария со своими волосами? Наверное, она их wash, помыла. Мария, это она, поэтому has, has washed her hair. Здесь present perfect, потому что акцент делается на результате. Она помыла волосы, волосы уже чистые, помытые. И сейчас she's looking for, это present continuous. She's looking for, она ищет фен. Фен будет hair dryer. Hair dryer. Hair dryer, запишите это слово. И запишите конструкцию look for. Look for, это искать. Нужное слово, нужно знать обязательно. Седьмое предложение. Hurry up. Hurry up, это давай побыстрее. Hurry up, Carol. Your taxi, it's waiting outside. Your taxi arrived, пребывать. Здесь будет слово arrive. Пребывать. Your taxi, это оно, поэтому it, поэтому has, has arrived. Это правильный глагол, поэтому я добавляю иди. Has arrived. И у меня здесь present continuous. It is waited. То есть сейчас, в этот момент, такси ждет, оно приехало. Есть результат такси, тут present perfect. И сейчас оно ожидает. Outside, на улице. Восьмое предложение. I'm sorry, I'm not the travel agent. I've been very busy. I've been very busy. Это значит, я был очень занят. I've been very busy. I've been very busy. I've been very busy. I'm sorry, я не позвонил, наверное. Да, phone звонить. Not нужно употреблять. I have. Почему have? Потому что he, she, has, а I, you, with they, будет have. I'm sorry, I haven't. I haven't. I'm sorry, I haven't phoned. I haven't phoned the travel agent. I've been very busy. Я был очень занят. I've been very busy. Девятое предложение. I all the... Опять же, the lord of the rings. Lord of the rings, это властелин колец. У нас и здесь есть Harry Potter books, all the Harry Potter books. И здесь у нас есть the lord of the rings. Властелин колец. Мы говорим о сериях, сериях книг или сериях каких-то фильмов, да, когда не один фильм, а несколько эпизодов. В таких случаях нужно употреблять the. И здесь нужно, и здесь нужно, когда серии. Запоминайте. The Harry Potter books. The lord of the rings films. Итак, I have... У нас есть слово... Watch должно быть. Arrive, copy, have, make, miss, phone, read, see. Ага, see. Ну, see это видеть. Я видел все фильмы. Пять раз. Вообще, молодец. Кстати, я раз и то не посмотрел одну серию. I have... I have... Seesaw seen. I have seen... Я видел. I have seen all the lord of the rings films five times. Дальше, десятое. У предложения. Read this again. Прочитай это снова. You some mistakes. Ты сделал ошибки. Ошибки вот перед тобой. Вот, вот. Видишь ошибки? You делать ошибки. Make mistakes. Запомните. Словосочетание. Make mistakes. Делать ошибки. Запомните это словосочетание. Оно вам понадобится. Make mistakes. Делать ошибки. Не do mistakes. Нет, нет. Make mistakes. Read this again. You have... Или has. You have. Make. Made. Made. Неправильный глагол. You have made some mistakes. Фух. На сегодня все. Я думаю, вы разобрались с Present Perfect. Если нет, задавайте вопросы. Не забывайте подписываться. Там есть такой колокольчик. Пожалуйста, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за терпение. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok